Продолжение следует... 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 Но слава богу, потом ушел, как русский националист, оттуда. Боря, вот там все это, те, кто виноваты, обычно, они там в этом и засветились. Можно не подпустим, Боря? Итак, песня «Последний поход». Разорван погон, под ремнем автоната, И стерлась стильняшка. На левой груди, где сердце колодится, Но не виновата во всем, что за нами и ждет впереди. Пошли по ущелью, спустились в долину, Поднялись оттуда на горный хребет, По бою, разделившись на две половины, Оставшихся здесь и оставивших след. Пошли с привалом, по дробам овечьим, По минным ловушкам, по скрестным огнем, Внезапно свергавшим сиянием вечным, Ребятам, с которыми рядом мы идем. Спустились по тропам на горное плата, Легко нам загадывать нечет, нечет. Один из нас в небо взметнется крылатом, Другого на веки земля он привлечет. Разорван вагон по ремнем автоната, И стерлась керняшка на левой груди, Где сверху колодится небиноватом, Во всем, что за нами и что впереди. Песня про советников, она, в общем-то, Как бы конкретно, там упоминается Виктор Дмитриевич Жуков, сегодня у нас нет, Но это вообще песня про советников, Он сядет на поезд хороший, Уедет служить в Ленинград, Он хочет не думать о прошлом, Как года четыре назад. Не спит от колесного стука, Хоть и на ночь попил нечейку, В окошко уставился Жуков, Советник в авганском полку. Он помнит, он помнит ту дату, Когда в роковом декабре В полку взбунтовали солдаты И ждали его на дворе. И вышел военный советник, Не прежний лимень теребя, А там под ремнем пистолетик, Девятый патрон для себя, Глаза опускали царбазы И пятились по днам. Советник страшнее приказа, Они подчинились ему Своим пистолетиком малым, Сарбазов погнал он вперед, Туда, где за каждым дувалом Мятежный страчен племен. И шли, придеваясь от страха, Судьбу проклиная, но шли Советник страшнее Аллаха, Когда он из русской земли. Так что ж ты, советник, не весел? В экспрессе Москва-Ленинград Мир тот же из крови и песен, Как года четыре назад. Не ты уезжаешь в разлуку, А мы с тобой разлучены. Спи, Виктор Дмитрий Витчук, Советник советской страны. Я буду чередовать там, Я еще помню какие-то заказы, да, Но если что, вы еще потом будете кричать или говорить. Я так составил более-менее избранное. Вот песенка капитана из Чечни. Николай Иванов виноват в том, что я ее написал. Он затеял какую-то пьесу, Я объяснил мне, какой должен быть главный герой И какая у него должна быть песня. Я написал. Я не знаю, пьесу поставил, Николай Федорович, я поставил там, да. Но песня есть. То есть это или песня капитана из Чечни, Или называл куплет капитана. ПЕСНЯ 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 Я воевал, я верхом на танке Ездил по таганке Я стоял на рубеже, спал с овшами в линдаже Я копал окопы посреди Европы Мне давала ордена, удивленная страна Умный, мол, ворует, а дурак воюет Я не робов и не слаб, я отнюдь не против баб Но с моим окладом им меня не надо Я под вечер или в ночь выпить водочки не прочь Это тоже дело, если нет обстрела В общем, я такой, как вы, не стамбовали Москвы Разве что, как душа, не никому не нужен У нас есть друзья, которые, можно сказать, за нами следят от Мюнхена до Луганска В интернете сейчас нет прямой трансляции Но они обязательно будут смотреть это завтра И вот в Луганске сидит такой Сергей Климов Участник этой страшной декабрьской ночи Когда, Коля, было 27 декабря, или? 27 декабря 79-го года, да? Сергей Климов был один из участников этого переворота Хотя он не брал дворец Амина, но у него было задание снять часового И он там всю ночь сидел, точил, кинжал, на мокрое дело еду Вот, да слава богу, потом этот часовой сам куда-то там спрятался, испугался и бежал там А сейчас он сидит в Луганске И его оттуда не вытянешь Хотя у них света нету, но иногда дают И иногда у него включается, в том числе интернет Поэтому, когда он услышит это дело, да, пускай он вспомнит Вот для него песня об этих Об этих первых днях Называется «Звезда над городом Кабулом» Горит звезда над городом Кабулом Горит звезда, прощанная моя Как я хотел, чтоб родина вздохнула Когда на снег упал в атаке я И я лежу, смотрю, как остывает Над минаретом синяя звезда Кого-то помнит или забывает О нас и знать не будут никогда Без документов, без имен, без наций Лежим вокруг сожженного дворца Горит звезда, пора навеку прощаться Разлука тоже будет без конца Горит звезда декабрьская чужая А под звездой дымится кровью снег И я слезой последней провожаю Все, чем впервые расстаюсь на век Горит звезда над городом Кабулом Горит звезда, прощанная моя Как я хотел, чтоб родина вздохнула Когда на снег упал в атаке я Еще на границе и дальше границе Стоят в ожидании наши полки А там на подходе к афганской столице Девятая рота примкнула штыки Девятая рота сдала партбилеты Из памяти вычеркнула имена Ведь если затянется бой до рассвета То не было роты, приснилась она Войну мы тогда называли работа А все же она оставалась войной Идет по Кабулу девятая рота И нет никого у нее за спиной Пускай коротка ее бронеколонна Последней ходившая в мирном строю Девятая рота сбивает заслоны В известном декабрьском первом бою Прости же, девятая рота отставших Такая уж служба, такой был приказ Но завтра зачислен на должности павших В девятую роту кого-то из нас И завтра зачислен на должности павших В девятую роту кого-то из нас Войну мы опять называем работа А все же она остается войной Идет по Тверскому девятая рота Пусть нет никого у нее за спиной Идет по России девятая рота Пусть нет никого у нее за спиной Так, чего говорили, история Афганистана Да, ой, сложная песня Сами хотели Тяжело вам будет Длинная песня Надо только пояснить, что я написал два приема Одно, значит, начал при жизни прежнего Которая упоминается там под именем Ильич И тот, кто нынче выше всех Вот у меня это была отдельная песня А потом прежнего, как вы знаете Немножко умер, да И мне пришлось дописывать эту песню И объединять Вот объединенный вариант я вам сейчас пою В принципе, я считаю, это достаточно точное воспроизведение Что творилось в Афганистане Называется «Краткий курс новейшей истории Афганистана» Безусловно, да, Лимах, мы десяток лет назад Называется Хершаха и Высочество, и Брат Моему завод плотину мы даем ему угля Да, любили мы скотину, Захершаха короля До зубов вооружили, но утопили его хором А вообще неплохо жили с этим самым Захаром И целуясь с господами, тот, кто нынче выше всех Заложил кирпич вундамент под кабульский политех Но история как средство по весоне кирпича Где Захир, где королевство, только камень и леча Началась другая эра, там, конечно, а не труд Мы приветствуем премьера по фамилии Дауд Сразу помощь предложили и деньгами, и трудом Как с товарищем зажили с этим самым Даудом Только снова Дальмах у севереволюционера Оказался братом Шаха и агентом ФБР Был он подлым и двуличным А его же, как на грех, целовал утром лично Тот, кто нынче выше всех Но пришел конец людям Там, конечно, они здесь Вышли танки при Дауде Нет Дауда, танки есть И хотя мы родоваты Взяли принца на штыки Нам целуем словно брата Мура-мура-тар-раким Правда, дружат с Пакистаном Книги пишут в гормоте Из казны, как из кармана Много хапнул на детей И партийные разлады Непутево примерял Расстрелял, кого не надо Кого надо, не стрелял Мы идейно с ним дружили Но готовили полки А вообще-то неплохо жили С Нуром-муром, дорогие Дали орден, дали займа И командовал сквозь смех Вира Мурман или Марина Тот, кто нынче выше всех Но, кроме СССР, бык Мунура Друг один Мы приветствуем премьера По фамилии Аминь Задушил подлец подушку Своего лучшего дружка И зарыл тарачу дужку Средь авганского песка Мы, конечно, телеграмм Оламин, хафизула Мы не знаем вашей драмы И у вас свои дела Но согласно узам дружбы Можем, денег предложили И военного оружия Чтоб тебе спокойней жить В общем, жили мы неплохо И с Амином до конца Разстреляв его со вздохом Поселить его дворца Сразу радио врубили Мулаганская земля Про тебя мы не забыли Нам о браках горбаля Правда, он буржуй прошел Порчанист и пустобрех Но ведь рукоположенный Тем, кто нынче выше всех Модонадежные охранные Посадили его дворце Где сидел он вечно пьяный С пьяной думой на лице Окрестили его Колей По фамилии Бобров Войск прислали, чтобы волю Наломал в Афгане дров Но другой, кто был всех выше В нашей, в собственной стране Весь, как говорится, вышел И в Кремлевской лег в стене Мы порадовались свиту Но задумались слегка Может быть, без Леонида Здесь не надо бобрака Долго думали, однако Во все стороны поля За воврова, за воврака За колюху горбаля Да к тому же пересменка Началась в родной земле То он дроп, то черненка То бедно сидит в Кремле Мы для каждой той заразы Здесь ломали кучи дров Дожидаясь и приказа Он пришел, прощай, бобров Без подушки и без пули Тихо сделали дела Глянь, уже сидит в Кабуле Осапис на Джигула Правда, в университете Он учился на врача И людей на белом свете Часто резал с горяча Возглавляя орган хата Это их не комитет Кого надо и не надо Всех отправил на тот след В остальном, нормальный, малый Мы с ним новые смогли Но в Кремле пятно восстало До свидания, до джим Отоварили чекушки Ягашки, кто и вел В Хайратоне или в Кушке Оказавшись не у дел В общем, вышли из Афгана Раз приказ, дурацкий, да Мол, зачем другие страны Дома будет вам Афган И живем отлично, что ты Мы опять в родной стране И трещим из пулеметов На гражданской новойне Не дадим от ныне маху Только грустно, черт возьми Что какого-нибудь шаха Нет между нашими людьми Плачет Юрка, живая душа Слезы с кровью смешались на лапах А как Юрка была хороша Самой тоненький, чуя лоза Плачет Юрка, а птица летит Боевая железная птица Плачет Юрка, себе не простит Но ведь плачет и все ей простится Гладит Юрку родная рука И плеснуть бы хозяйскую руку Так знакома она так легка Обреченная Юркой на муку В вертолет мы врезается пол Высеченная Юркина тело Сотню раз она чуяла тол А кто первый чуть-чуть не успела По загривку прошел холодок Когда запахом сбоку пахнуло Но на тонкий стальной проводок По расщелине лапа скользнуло И взметнулся огонь из камней И запахло железом каленым И хозяин, идущий за ней Опустился на тему со стоном И ползла к нему Нюра, ползла И лизала его, и лизала И хрипела на помощь звала И глаза ей всю боль рассказала Подбежали к саперу друзья Обмотали винтами сапера Он сказал, не без Юрки нельзя Нет, сказали ему, это горы Вертолет прилетел поутру И вдвоем погрузили в машину Ты не плачь, Юрка, я не умру Ты не плачь, я тебя не покину Но плачет Юрка, живая душа Слезы с кровью смешались на лапах Ах, как Юрка была хороша Самый тоненький, чуяло запах Я боюсь не успеть какие-то так Но пока еще наскидка заказов нет Тяжелая песня Называется «Пылает город Кантагар» Второе название Второе название «Аллах Азбар» И вот у меня на этом сайте В который я вам советую Время тренера заходить Виктор Востоков Там, мой Господь, значит, разместил В том числе и вот эту песню И уже несколько сотен тысяч прослушных просмотров И уже побольше тысячи руганий Ругательных отзывов Потому что многие думают, что это я успеваю Как бы «Аллах Азбар» Нет, я не против ислама Сейчас уже Украина показывает Что мы можем вместе воевать Против общего брата Просто это одно время в Афгане Было такое шутливое приветствие Песня тяжелая, но я попробую Песня тяжелая, но я попробую Бывает город Кантагаршевый Нигде нельзя И все-таки Аллах Азбар, Аллах Азбар Друзья Аллах 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 Азбар Мне было тошно в жизни той Я жить, как все, не смог Простился с верной женой Аллах Азбар Дружок Аллах 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 Азбар И над могилой отца Заплакал Наконец Твой путь пройду я до конца Аллах Азбар Отец Аллах 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 Азбар Аллах Азбар Горит песок и рушится скала И очередь наисказу дорога перешла Аллах 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 Азбар Аллах Аллах Азбар Пылает склон и перебит дозор Идишь в атаку, будальон Аллах Азбар Майор Аллах 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 Азбар Вы слышите, как мы поем там цинковых гробах Ты видишь ли, как мы идем, мы не свергнем Аллах 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 Азбар А если кто-нибудь живой вернется в Кандагар, его мы, может быть, просим ему Аллах Азбар Аллах 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 Былает город Кандагар, живем уйти нельзя И все-таки Аллах Азбар, Аллах Азбар, друзья! Ах, 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 айгвар Ах, 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 айгвар Я вижу, я вас как-то подавил своими воплями, если заказывать, то договорить. Но в принципе, я примерно знаю, из чего заказывать, поэтому я сейчас так это сам. Риттер, не очень прав, потому что хозяйнина можно? Тяжело, но можно. А кто это знает? Кто-то из-за садопадского отряда здесь нет? Дело в том, что это песня документальная такая. В Джерлабаде стояла бригада спецназа, а один из ее отрядов, батальоны ее называются отряды, стоял в Васадобаде. А в Васадобаде была такая роковая мараварская рота, которая в одном из выходов была, ну не полностью, но наполовину почти уничтожена. А потом из тех, кто остались живы, я с ними попал на какую-то боевую операцию, и нас так окружили. Но это уже была другая рота, в смысле, они уже были с боевыми опытами, когда нас окружили, им стало смешно. Они окружили тех, кто нас окружили, поколотили. А прапорщик Зенин был действительно такой прапорщик, который впервые пошел на боевые действия, и он обо всех как-то заботился. Он был уже пожилой человек, да, ему казалось, что молодежь сейчас, что они молодые дураки, всех перебьют, он всех старался защищать, стреляет. Он ему все говорит, ты кончай, ты нам сухарей принеси, что-нибудь там, с душевкой разогрей, только не стреляй, ради бога, успокойся. Потом, когда взяли пленных, он стал этих пленных защищать, говорит, не их жалко. И вот его документальная судьба. Воинский долг на земле не изменен, друг перед другом мы вечно в долгу. Вы стали воином, прапорщик Зенин, но так неправильно, с курской дуги, не дождавшись отца. Жить сиротою судьба непростая, в послевоенное время в двойне. Самой голодной была на Алла-Алле, ваша семья не по вашей вине. Выйдя в слезах на колхозное поле, Мать-сестерни подняла голоски и заплатила годами ее доли, Чтобы однажды поели сынки. Вы-то помните, прапорщик Зенин, не обвиняя судьбой и страну. Воинский путь на земле не изменен, жизнь перейти и осилить войну. Вы послужили России на срочной, и на сверхсрочной, ни годы, ни два. В школах вечерних, в учебах заочных, на старшинство обретая права. Старше по возрасту, даже комдива, вы наш отец, боевой старшина. Только останьтесь, пожалуйста, живы, это не Курск, это наша война. Воинский долг на земле не изменен, друг перед другом мы тоже в долгу. Да не спешите же, прапорщик Зенин, вас тяжело заслонять на бегу. Вот песня о вертолёчках. Иногда меня спрашивают на выступлениях, а про какую женщину ты это написал? Это сборный образ из тех женщин, которые бывали в Афганистане, которых я видел, я имею в виду странных певиц. В частности, моя давно знакомая, любимая Эдита Станислава Пьеха была там в Англии. Кстати, на её глазах там падал вертолёт, она потом рыдала, а её зашил, взяли, петь будешь. Я не могу упеть, будешь. Она спела там, вот, и Анна Вески, помните, была такая рация? То есть такой сборный образ, ну, который ближе, конечно, к Анне Вески. Кстати, мало кто знает, что у неё, почему не сын, а брат, он служил офицером Ценской армии. Разглядяя, это страшно. Она потом приезжала к моему знакомому, который там командовал в этой гвардейской, этой самой дивизии, Ну, вот, чтобы как-то, чтобы брата не уволили. Готова была постель речь, но, слава богу, это не понадобится. Звезду электронной эстрады, красавицу лет тридцати, На точку из Джавелла Бада им выпало перевезти. Она улыбается ярко, по лесенке всходит в салонном, Одетая в тёмные марки, но в бархатный кабинезон. Забучим движок вертолётом, релёты вибрируют миром, Оглядываются пилоты, как будто она командиром. Величественно и лукаво, певица кивает слегка, Вручая им сладкое право, нести её под облака. Отводят смущенные взгляды, взлетают в эфир, говорят, Над рощами Джавелла Лабада пункт с бесценной ложей парят. Потом начинаются горы, вершины близки и грозны, Тревожные переговоры, которые ей не слышны. Как молоды лётчики эти, певица подумалась вдруг, Здоровались прямо как дети, смущаясь касания рук. С улыбкой встала в салоне, прошла каблучками стуча, И дверь несравненных ладоней накрыли двоюных плеча. Но не оглянулись пилоты, не вздрогнули, не напряглись, И лишь впереди вертолёта какие-то искры зажглись. С минуту, стоя меж кресел, вернулась в салон на скамью, Ругая свой жест он из песен и чуткую душу свою. На дочке простилась надменно, спустилась по лесенке в пыли, И гордо шагнула в военный, в подъехавший автомобиль. Пилоты плечами пожали, проштрафились, чем никогда. Ведь даже, что их обстреляли, не знала в салоне звезда. Запущен движок вертолёта, ревёт и вибрирует мир. Летим, как к там пулемёту, сквозь зубы сказал командир. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Называется «На перевале». ПЕСНЯ Свистят то ветры, то свинец Жизнь, словно кадры киноленты Дала картинку на конец О чём задумался начтабом? Какие бы я увидел сны? Откуда спирт, откуда баба? Спроси об этом войны А хорошо сестрах охотят От медицинского вина Она любви давно не хочет Ей душу глянула война Эй, заполеть плесни по-моему Теперь за родину пора Нам не спуститься с перевалом Который взяли мы вчера Нам не спуститься с перевалом Который взяли мы вчера Война становится привычкой Опять по кружкам спирт разбит Опять хохочет медсестричка И режет сало зампалит Аплодусы Ну что, твоя сплошная рода, ваша такая А, пыгай, пыгай, пыгай Аплодусы, я с того вы начинаю Прижаля аплодиси А, ты чё, там написал без разницы А, ты чё, там написал без разницы Ну да, это чтобы вы могли спеть Так, там ноты. Так, в порядке поступления. Сейчас, любовь Федоровна, секундочку. Опять же, «Раз за 60» тоже тяжелая песня. Дело в том, что... Ну, я уже как-то говорил, что-то не с этой сценой, вот микрофон. Очень хорошую песню написал Михаил Муромов на эти слова. «Спроси пустыню», там, все прочее. Но у нее сейчас очень мало передают. Одно время ее крутили. А у меня такой бардовский вариант, который... Ну, я вам покажу просто, как вот сочинялась песня. Хотя я считаю, что то, что написал «Воронов», песня намного лучше. ПЕСНЯ 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 Бои Федоровны, да, это, да, вдовы нашего военного советника, да, румяна. Тяжелая песня, она называется «Афганские гарнизоны». Конечно, это не все гарнизоны, которые были в Афганистане, но те, с которыми я хоть немножко был знаком, перечисления. И иногда эту песню пою, и многие думают, что это так, это самое... Ну, как бы она заводная песня, но там не просто ритмом, а я пытался из каждого гарнизона что-то характерное найти, а для такого нормального слушателя это будет непонятно. Ну, например, там, по лихому ритму, да-да-да-да-да, где каждый час пугают нас, рванувшись дуром, а так будет запасно. Что это значит? Это мало кто понимает, а вообще кто был в Афганистане еще в определенное время, Знаешь, там очень сильно был взрыв именно складов со снарядами. Это одно время прогремело, так сказать, в прямом переменном смысле, и все могли сказать. Ну, и так во многих гарнизонах я пытался уповладить какие-то общие черты. Итак, афганский гарнизон. С ташкентской пересылкою, последнюю бутылкою простились, и ай-да, воздушным сообщением, другое измерение, в другие города. Как габук-габук, берайся в губу, там, рулем от вечер, живой от скуки, в штаб сороковой. Аэродром, небесный гром, камни в чекушкой, И прапорщик с ветром джевого лопатой Волшебный сад Между двух бригад, что над рекой Хранят свой собственный покой Спим на часах с бычком в усах И вертолетный полк летает в небесах Пуглик, умри, тут хоть умри Но вечно глина под ногой И вечно мина под другой И каждый час пугает нас Рванувшись в дуру на складах Боя завоз, кундуз, кундуз Не хватит мус Чтобы поэтам догнать Тебя прекрасным объявить зимой мороз Весной понос И круглый год Жить или не жить, один вопрос Газни, газни Кругом огни Бьют дышекат Издалека и миномет Из бугорка Берись за умом Горни, ханум Без темноты Она не стоит этих сумм Гордес, гордес Пыль до небес Качают духи головой Перед бригадой штурмовой Мол, за рубли В такой пыли Мы в саней духе Продохнуть бы не смогли Жен-дан-жен-дан Здесь маловато А тот, кто этому не рад Пусть отправляется в Герат Но здесь он, гляд Госпиталят Где много баба Сними пухом Нам земля и гандагар Сплошной угар На черной площади Броня горит Среди ночи и средня Но за углом Аэродром Где нас нельзя Где ждет нас Пропорщик с ветром Так, все Идем Пумян Пумян Очень надо Ладно Прекрасно Человек только что прилетел из Африки Как ему откажут Памерамы не было Памерамы Это такая местность Да, там стояли действительно Вот мы с Маковеем Там и познакомились С Володей Маковеем Стоял второй батальон Да? 345-го парашют Придесантная балка Там эти буты были Такие огромные Потом их талибы-то уничтожили А вот ребята Чего? Весь полк стал 45-й столк Мачал 45-й полк Сначала батальон, потом полк А раньше там стоял полк Сначала один батальон стоял Потом весь полк Потом весь полк Мы в каком году там были Это 81-й или какой-то В 81-й Нет, я в Бомиане Когда встречались? В 81-й помню Ну короче говоря Эта песня посвящена Как бы внутренним Человеку из групп Федору Борисовичу Володкову Который работал вместе с полком В Бомиане И был вылет Когда мы летели на двух вертолетах Вот их сбили Федор Борисович Ну мы каждый год встречаемся На его кладбище С отцом Был такой писатель Федор Борисович Который написал Цвет Потом, кстати, был ректором Ритт-института У него был сын Борис Про которого Была толстая книжка Суперспай Он был нашим разведчиком Резидентом в Америке А в годы войны Великой Отечественной Он был командиром Торпедного катера А у него родился сын Уже Федор Федор Борисович Который был в Груе Вот это самое Группу возглавляла Грушную Да И они меня взяли тогда Потом кто-то меня вытолкнул Из этого вертолета И в другой федор Вот тот вертолет сбили Они погибли А он чудом цели Так, ладно, Бомиан Бомиан Очень красив Я его не забуду Бомиан Древний город Трех тысяч пещер В скальных книжках Две статуи Два исполина Два буты Символ вечности Вер Из Афе И Эвер В Бомианской Галины Светут априкосы Виноградной лозой Облитые стволы Там журчат Ручейки Там ревут Водосбросы Там дома Как чайки На дне пиалы Даже солнце Весь день Не горит А сияет Даже ветер Всю ночь Только дышит Слегка И дорогой царей На Кабун Проплывает Ожерелье долины Ее облака Будам Все не впервые Им пятнадцать столетий Время не пощадило Их каменных лиц И надменным покоем На путника светит Пустота их Изъеденных ветром Глазниц Буды были одеты И в глину И в злато Злато сняли Монголы На глину ветра Буды были бедны Буды были богаты Буды были богами Их память Пестра Величавы Горды Неподступны Всевластны Хороши Истуканы Новый Хладел взгляд Человека Внизу Был живым И прекрасным Запрокинувший голову Русский солдат В Бомианской долине Две последние песни Потому что мы задержались Раз уж упомянули В Бомиане стоял тоже Три сорок пятый полк Я когда впервые попал В Афганистан То тоже посадили нас В Баграме Там опять стояло Три сорок пятый полк Девятая рота Про которую я пел Которая вместе с КГБшниками Участвовал во взятии Дворца Амина Тоже три сорок пятый полк Паша Грачев Бывший министр обороны Там как ему не относится Тоже три сорок пятый полк Саша Лебедь Тоже оттуда Разгильдяй Который думал Что он сумеет Как он говорил Залез на самый высокий забор Ну Песня три сорок пятого полка Обнимись с друзьями боевыми Фронтовик, полет фронтовика Мы с тобой остались рядовыми Триста сорок пятого полка Мы с тобой остались рядовыми Триста сорок пятого полка Как мы были молоды в баграме Как свистели пули у виска Как свергало пламя Словно знамя Триста сорок пятого полка От Соланга И до Бомиана Лезли мы По дропам в облака Сквозь рассветы Алые как раны Триста сорок пятого полка Бовшие Поймут однополчане Мы сегодня Выпили слегка Слишком много Горя за плечами Триста сорок пятого полка Ну а тех, кто предали нас ныне Нас и все десантные войска Мы их не простим уже во имя Триста сорок пятого полка Воевали в дальних заграницах Но в Москву придем наверняка Как в освобожденную столицу Триста сорок пятого полка В русскую Советскую столицу Триста сорок пятого полка Так, все, заявки больше не принимаются Пою две последних песни Больше уже Без афганов нет Крайние последние Одну песню все-таки мне хочется Пока друзья мои, с кем я давно не виделся в газете Еще вспомнить одну газетную песню Называется песня специального корреспондента Может добавить слово правды Был на севере и юге В Канатопе у подруги Был на западной границе На Курилах и в Баку А теперь летит в столицу Очерк должен получиться Но чтоб очерк получился Нужно первую строку Вдохновенный труд народу В счет двухтысячного года Агроном стоял над башней Нет, наш газик встал в пути Или встретился на заводе Или что-то в этом роде В общем, плюнул, взял бутылку Чтобы ту строку найти И нашел, спору нету Но бутылка была с приветом Черта рожица кривая Показалась из горла Выпиваешь? Выпиваю Воспеваешь? Воспеваю А в какой газете служишь? Да плохи твои дела Черт задумался и уныло И куда тебя носило Сел бы где-нибудь в мытище Но и вызвал бы меня Репортажик строк в полтыщи Закусив духовной пищей Об успехах перестройки Наготове бы в полдня А теперь тебе неловко Ты ведь брал командировку Нагляделся чертовщины Тут такого воспоешь Бутовщина, матерщина Штурмовщина, дармовщина А критическое, знаю Полагается под нож В этот вечер Черт нескоро Распрощался со спецскором Только черт-то был подкован Потому что день спустя Считан, сверен, согласован Очерк был опубликован И спецскоро похмеляясь Улыбался, как дитя Чем не я займусь После последней песни Нет, все, заявки не принимаются Спасибо всем огромное У нас будет время Еще как минимум полчаса Мы здесь сидим Кто хочет, там общаемся Заказываем, бывает Последняя песня А что нам терять? Ну я все-таки скажу Что я всегда напоминаю Фамилию этого человека Вадим Коженов Вадим Гориадьков Если вы видите, книги Сейчас они много издаются Про что угодно Он писал про литературу Про историю У него загадочные страницы Там 20 века Про войну Про революцию Покупайте Потому что это интересно Это может быть последний Или единственный Реальный мыслитель 20 века Который еще Мало ли кто чего из нас думает Я так считаю Я так считаю А у него всегда Очень четко Цифры Какие-то взгляды Которые он брал Часто у врагов С ним невозможно было спорить В общем, если Я почему спорю Это его любимая песня Мы с ним не то чтобы дружили Но И однажды Он говорит Вот, Виктор Глябич Да А вы о чем Этой песне хотели сказать И я начал путать Я хотел От опыта Ладно Говорит Мне надо Вы сами не понимаете Что вы написали Я это спорю Не понимаю О чем я написал Но ему это нравилось Отбоя Отбоя Недолго Никого Откалит Мы не встать А что нам терять Кроме долга Нам и не встать Нам нечего больше терять И пусть на пространствах держат Весь фронт наш Незримый опять А что нам терять Кроме славы Нам нечего больше терять Пилотки и волосы серы Но выпилась белая прядь А что нам терять Кроме веры Нам нечего больше терять Нам нечего больше терять А что нам терять Кроме чести Нам нечего больше терять В короткую песню В короткую песню верить Нам вечная песня подстать А что нам терять Ведь что нам терять Кроме смерти Нам нечего больше терять А что нам терять А что нам терять